Ровесница Ненецкого округа Лариса Чебыкина накануне отметила свое 90-летие. Добрая, отзывчивая, внимательная и заботливая, и еще в молодости она приехала в Ненецкий округ по распределению и осталась здесь жить. Начинала свою трудовую деятельность в тундре, а затем работала в детских яслях. В Нарьинмаре сначала медсестрой, а потом заведующей. Поздравить ровесницу округа с 90-летием пришли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Гусев и заместитель председателя окружного собрания Максим Арбузов. Многие знают ее, как Ларису Ивановну, но для своих близких она Раиса. Путница с семенами произошла совершенно случайно, но в результате прижились оба. Когда я родилась, ходила записывать бабушка. Бабушка меня записала Лариса, а маме не сказала. А мама-то меня, это Раиска, Раиска, и она до самой смерти меня звала Раиса. И мы Раису звали? И мы Раису звали. И письма писала Раиса Ивановна. Раиса Ивановна. Лариса Ивановна родилась в Архангельской области, Шенкурском районе, в деревне Селивановское, в многодетной семье, где было восемь детей. С детства все были приучены к труду. Застала наша именинница и военные годы. Во время войны мы работали. Как не работать? Все для фронта было, все для победы. Такой девиз был. Добрая, отзывчивая и трудолюбивая Лариса никогда не боялась трудностей, стремилась помогать людям. После окончания медицинского училища получила специальность акушерка и по распределению была направлена в Ненецкий округ. Меня направили знаете куда? Нет. В тундру. На три года. Варандейский красный чум. Ездила по тундре сама на оленях. Ну, запрягать запрягали мне. То есть я с Кензеем самим праздником? А сама ездила сама. Сама и одна ездила по тундре. А далеко ездили так? Ну, недалеко. Едешь в чум. Чум видно. Один раз заблудилась. Чум видно. Поехала, меня отпустили. Они вообще-то не очень отпускали. Отпустили. Чум видно. Еду. Туман. Все. Олешек привязала к саням. Сама спать легла. Туман кончился. Чум рядом. А, ну да. Так бывает. Ну, ночь наступила. Олени воду будить неудобно. Я олени распрягла. Сама спать легла под горку. Ох, утром они меня. И давай ругайте. Что, зачем мне разбудила? Я говорю, чего уж я будить буду вас. И она, когда училась в Архангельске, она заезжала к нам в Северодвинск. К маме. Вот. Особенно, ну там по субботам или... Ой, не по субботам, а в свободное время. Она была очень красивая. Вы знаете, у нее были такие красивые косые. Вы даже не представляете. Да. Такая стройненькая. Ой. Милашка вот просто. Милашка. Ну и потом она получила направление. Тогда же направляли. Она получила туда направление. Было напечатано в газете про нее огромная статья. А когда она туда уехала, и фотография такая есть. Очень интересная. Они вот в этих палецах. Там вся вот эта троица, там киномеханик. Она и вот эта ее подруга потом закадычная стала. И ей, вы знаете, и столько ей писали писем. Молодые люди. Да, знакомятся. От работы в тундре три года Лариса Ивановна приехала в Наринмар. Здесь произошла ее встреча с Реной Ивановной Батмановой, о которой медицина до сих пор вспоминает с огромным уважением и благодарностью. Я говорю, Рена Ивановна, я ведь три года в тундре работала, и у меня только там одна женщина родила. Я уже говорю, работу-то свою уже забыла. Можно я сначала похожу с акушерками, которые работают? Она мне разрешила. Рена Ивановна помогла своей подопечной устроиться в Ясли-сад, где Лариса Ивановна проработала долгие годы, начиная от медсестры и заканчивая руководящую должность. Нас ведь принимали с шести месяцев, или еще даже раньше. Принесут маленьких. Мамы кормили. А, приходили? Мамы кормили, а мы опять маму кормили. У меня все под кроваткой. Вот это и доставали из-под кроватки. Хорошо. Была помощница няня хорошая. Они ее слушались хорошо. Очень трудно в первые годы. На Ренмаре Лариса Ивановна встретила своего будущего супруга, который покорил ее сердце буквально с первого танца. Удивительно. Он хороший танцор был. А я-то еще такая была танцор. Не очень. Я не травмал. А Хан на самом деле. Он был один из лучших танцоров. Так что танцоплощадка была. На танцах? На лесозаводе? Встреча с лучшим танцором оказалась судьбоносной. Выйдя замуж, Лариса Ивановна родила двоих детей. Сегодня она богатая бабушка, которая помогает воспитывать внуков и правнука. Ее двери всегда открыты для родных и близких. Которые приехали на юбилей к сестре и тете из соседних городов. Помнят Ларисе Ивановне и однопартийцы. У нас очень приятное событие. У нас нашему старейшему члену партии, Калининском региональном отделении, исполняется 90 лет. Она ровесница округа, юбиляра. И поэтому нам приятно от партийцев, от наших, поздравить Ларису Ивановну с юбилеем. Вместе с тем на федеральном уровне также отмечен этот юбилей. И отдельное поздравление от генерального секретаря партии, Турчика Андрея Анатольевича. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Продолжение следует...